Здравствуйте! Меня зовут Сергей Головей. Мы приходим к вам из Церкви Христианской Веры. Здесь, в столице Калифорнии, город Сакраменто. Рады возможности встретиться вместе с вами. Огромнейшая всем вам благодарность за то, что вы присоединяетесь к нам. Это прямое включение из нашей Церкви. И мы надеемся, что сегодняшнее послание будет большим, большим благословением для подавляющего большинства из вас. Прежде чем мы перейдем к содержанию сегодняшней программы, прежде чем мы перейдем к проповеди, у меня будет небольшая просьба. И прежде чем даже я выражу свою просьбу, я хочу выразить огромнейшую, огромнейшую благодарность руководству телеканала ТБН Россия, в частности Виктории Никитиной, за предоставленную возможность проповедовать Слово Божье, которое проницает до разделения души и духа, которое одно способно сделать ту работу, которое только оно способно совершить. Поэтому еще раз слова нашей благодарности и признательности за предоставленный формат провозгласить Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. Даже сейчас на своем экране вы видите номер телефона, мы поощряем вас позвонить, если у вас есть возможность сообщить нам, где вы принимаете наш сигнал. И вместе с этим молитвенные нужды, если они у вас есть, а мы знаем, что они у вас есть. Библия говорит, что многое может усиленная молитва праведного. Позвоните нам, дайте нам знать о своей молитвенной нужде, и, быть может, о людях, о которых вы знаете, они проходят через какие-то сложности, через какие-то потрясения. Священное Писание поощряет нас носить бремена друг друга, и таким образом мы исполним закон Христов. Повторюсь еще раз, мы приходим к вам с прямым сигналом из Церкви Христианской веры. Здесь, в городе Сакраменто, штат Калифорния, 12.30 по Тихоокеанскому времени. Должно быть в 8.30 по Гринвичу, 9.30 вечера Центральный Европейский Пояс. 22.30, город-герой Киев, ну и, конечно же, с полчаса до полуночи в Третий Рим, Москва. Спасибо вам, если вы присоединяетесь к нам. Мы сегодня продолжаем наш разговор на тему «Восьмая притча» в 13 главе Евангелия Матфея. И к 13 главе Евангелия Матфея мы перейдем буквально через несколько минут, но прежде чем мы это сделаем, мы процитируем еще раз стих, который я цитировал на нашей прошлой встрече, чтобы положить некоторые основания, а именно Луки, 8 глава, 1 стих. Если у вас есть Библия, открывайте вместе со мной. Луки, 8 глава, 1 стих. Послушайте очень внимательно. «После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царство Божие, и с ним двенадцать». Казалось бы, ничего особенного, да? Еще раз. «После сего он, то бишь Христос, проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие». Есть небольшая разница в английском переводе этого стиха, потому что в английском переводе используется слово «каждый город». «Каждый город», «каждое селение», «каждая деревня», в которой Христос оказался, через которую Христос проходил, услышало Евангелие. Евангелие Иисуса Христа, услышало Евангелие Царствия. Пожалуйста, не упустите это, потому что к этому стиху мы еще возвратимся чуть-чуть попозже. «Христос проходит через каждый город, через каждое селение, через каждую деревню, и в каждом городе, в котором Он оказался, в каждом селении, в котором Он оказался, в каждой деревне, в которой Он оказался, звучит проповедь. Проповедь Евангелия Царствия. Царствие, скажи громко со мной, Евангелие Царствия. Скажи громче, Евангелие Царствия. И вот в одном из этих городов, или в одном из этих селений мы не знаем, или в одной из этих деревень мы тоже не знаем, Христос говорит о Царстве, и этому посвящена 13 глава Евангелия Матфея. Христос говорит о Царствии Божьем, Христос говорит о Царствии Небесном в аллегорической форме. Новый Завет называет это притчами. И в 13 главе Евангелия Матфея мы находим 7 притч, и каждая из них, без исключения, имеет отношение к Царствию Божьему. Мы уже перечитывали эти стихи на нашем прошлом служении. Тем не менее, к примеру, в 24 мы читаем, Матфея 13, 24. «Другую притчу предложил Он им, говоря, Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». Обратите внимание, другую притчу. То есть, предыдущая или первая притча, она тоже была притчей или иносказанием, или аллегорией о Царстве Божьем. Вы здесь или нет? Читаем сейчас 31 стих. «Иную притчу предложил Он им, говоря, Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем». 33 стих, та же глава, 13 Матфея. «Иную притчу сказал Он им, Царство Небесное подобное закваске, которую женщина, взявши, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Опускаемся в 44, та же 13 глава Евангелия Матфея. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу сокрытому на поле, которое нашед человек, утаил, и от радости о нем идет, и продает все, что имеет, и покупает это поле». 45 стих. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин». 47 стих. «Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода». Опять и опять. Христос говорит, повторюсь еще раз, в аллегорической форме о Царстве. И в 13 главе, в которой мы сейчас с вами оказались, он делает таких семь сравнений, семь иносказаний о Царстве. Наша тема – восьмая притча. В 13 главе Евангелия Матфея. Почему я дал такое название этому посланию? Почему я дал такое название этой проповеди? Потому что в 52 стихе мы с вами читаем следующее. Это как бы подводя итог. Христос говорит. Матфея 13,52. «Он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный Царствию Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». Читаю еще раз. Пожалуйста, держите эту картину сейчас в своем сознании. Только что Христос провел какое-то время с окружающими Его людьми, только что в семи иносказаниях Он сказал им о Царстве Божьем, о Царстве Небесном, и как бы в заключении. Он говорит, поэтому всякий книжник, наученный принципам, о которых сейчас идет речь, подобен хозяину дома, который из своей сокровищницы выносит старое и новое. Я делал это на прошлом собрании, и гораздо сделать это сегодня. Я ни в коем случае не претендую на абсолютное знание и понимание того, о чем Христос здесь говорит. Но вот что я знаю. Евангелие, скажи Евангелие, Евангелие Царствия, скажи Евангелие Царствия, это сила Божия. Правильно? Это то, что апостол Павел написал нам в послании к римлянам. Евангелие – это сила Божия ко спасению всякому верующему. Но Евангелие не только сила Божия ко спасению всякому верующему, Евангелие – это сила Божия в жизни всякого верующего. И когда Евангелие проповедуется, когда послание озвучено, в какой бы форме это ни было и в каком бы формате это ни было, Евангелие подобно увеличительному стеклу. Евангелие подобно мечу, который проникает до разделения души и духа. Евангелие подобно оружию, которое проникает к нашей сокровищнице и провоцирует нас вынести и старое, и новое. Я сделаю небольшое уклонение, отступление. Позвольте мне напомнить вам историю, которая имела отношение тоже ко Христу в его маленьком младенческом возрасте. Эта запись для нас оставлена в Луке во второй главе, и она имеет отношение к человеку по имени Симеон. Симеон достиг глубокой старости, и Симеону было засвидетельствовано Духом Святым, что он не увидит смерти, пока не увидит Христа Господня. Я читал одно толкование, что однажды он перечитывал книгу пророка Исаии, и в седьмой главе, сегодня мы называем это седьмая глава, в его время это не было ни седьмая глава, ни четырнадцатый стих, но когда он был в этом стихе, то, что сейчас именуется Исаия 7,14, «Сидева в очреве примет, и родит сына», и он задумался над этими словами. И вот в тот момент, когда он размышлял над тем, что пророк сказал, много столетий до того, Дух Святой проговорил ему, «Ты, Симеон, не увидишь смерти, пока не увидишь своими глазами Христа Господня». И что мы знаем из Священных Писаний? Я возвращаю вас обратно в Луки 2 главу. Он не планировал в тот день идти в церковь. Но это не было в его календаре. Но когда он проснулся в это утро, что-то начало происходить. Потому что Библия использует следующий язык. Он по вдохновению пошел в храм. Он, может быть, там не было никаких мероприятий. Он просто чувствовал побуждение пойти в тот день в церковь. И я смелюсь сказать, что принесенный Христос Марией и Иосифом, я не думаю, что был единственным младенцем в тот день. Может быть, там было много других супружеских пар, которые во исполнение обряда принесли своих детей в храм. И родители Христа, Мария и Иосиф, были одними из тех, которые там оказались. И там оказался Симеон. Я не знаю, какое он имел право. Может быть, он занимал в храме какую-то позицию. Быть может, по старшинству лет. Я не знаю. Библия ничего об этом не говорит. Но вот что Библия говорит, что из всего количества или множества супружеских пар, которые могли там быть в тот день, он подошел к Марии и к Иосифу. И он забирает Христа. И когда он взял Христа на руки, он перед ними произнес следующую молитву. Иосиф и Мария слышат это. И Симеон говорит, Господи, сегодня отпускаешь раба Твоего с миром. Потому что сегодня я засвидетельствовал, что Ты верный Бог. Ты не человек, чтобы тебе лгать. Ты не сын человеческий, чтобы тебе изменяться. Я увидел своими глазами исполнение Твоего обетования. Я держу на своих руках исполнение Твоего обетования. Вот этот ребенок, это свет к просвещению язычников. Вот этот ребенок, это слава народа Твоего Израиля. И Библия говорит в Луки 2 глава 33 стих, что и Мария и Иосиф удивлялись. Они уже до этого много было наслышаны о Христе. Вещи, на которые они не находили никакие объяснения. Но в тот день в храме, когда Симеон взял ребенка на свои руки и сказал, все, моя чаша полна. Ты отпускаешь меня с миром. Ты верный Бог. Ты засвидетельствовал о том, что ты неизменный в своем слове, потому что вот этот младенец, это свет к просвещению язычников и слава народа Твоего Израиля. Это хорошая часть пророчества. Потому что потом все продолжилось. И вот к тому, что продолжилось, я обращаю ваше внимание. Луки 2 глава стихи 34 и 35. Слушайте внимательно. Это после того, как Иосиф и Мария с недоумением смотрят на Симеона. Мне вот так кажется, Симеон отдает ребенка назад в руки либо Иосифа, либо Марии и говорит, все лежит сей нападение и восстание многих и в предмет пререканий. и тебе самой оружие пройдет душу. Давайте, положа руку на сердце, согласимся, что пророчество Марии это пророчество каждого из нас. потому что Евангелие, потому что Слово, потому что Христос это сила Божия ко спасению. Это увеличительное стекло, если ходите. Это некто для восстания и для падения. Это некто предмет пререканий. Это тот, послание которого подобно оружию пронзает душу. Я люблю говорить, что у Евангелия равнодушных слушателей нет, потому что Евангелие всегда ставит человека перед выбором. Евангелие это сила Божья, которая провоцирует нас подобно хозяину дома и сокровищницы своей вынести и старое и новое. Я не думаю, что разговор о том, что все старое плохое, все новое хорошее, потому что далеко не все старое плохое и далеко не все новое хорошее. Разговор о том, что когда Евангелие Царствия проповедано, мы поставлены перед выбором, что оставить, а что оставить. Я повторю это еще раз. Когда Евангелие Царствия проповедано, это сила Божья, это увеличительное стекло, это меч, который пронзает душу. Евангелие провоцирует нас, вытащите своей сокровищницы старое и новое, и что-то мы оставляем, а что-то мы оставляем. Богатый юноша, помните, мы говорили о нем на нашей прошлой встрече, на нашем прошлом служении, богатый юноша подошел ко Христу и говорит, учитель, что мне делать доброго, чтобы наследовать жизнь вечную. Я говорил на первом служении сегодня, вот если бы мне предоставивалась возможность снять кино, мне кажется, что ответ Христа ему не понравился, потому что Христос говорит, хочешь наследовать жизнь вечную, соблюди заповеди. Какие? Не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать. Что? Так это я все сохранил от моей юности. Христос, ты хочешь меня удивить? Я это все от юности с... Христос говорит, если ты хочешь быть совершенным, пойди и продай свое имение, раздай нищим, возвращайся, бери свой крест, следуй за мной. Вы хотите мне сказать, что продажа имения и раздача имения от проданного бедным квалифицирует нас для жизни вечной? Нет. Есть единственный квалификатор. Это искупительная жертва Господа нашего Иисуса Христа. Но Евангелие сила Божия. Евангелие увеличительное стекло. Евангелие это меч, пронзающий душу. Он сам этого попросил. И когда Христос пришел к нему, к богатому человеку с Евангелием Царствия и сказал, послушай, ты и такие, как ты, от сегодняшнего дня и впредь, когда Евангелие проповедано, поставлены перед выбором, что оставить? А что оставить? Разговор не о том, он был щедрым или он был скупым. Мы не знаем, был он щедрым или скупым. Но вот, что мы знаем. Мы знаем, что слова Иисуса произвели в нем огорчение. И он оставил Иисуса, но оставил огорчение. Нету равнодушных слушателей у Евангелия. Мы что-то оставляем, когда Евангелие звучит, и мы что-то оставляем. Иногда проповедь подобна свету, озаряет места, мрачные. И мы не знали, что это в нас есть. Мы не знали, что этим наполнены наше сердце. А мы не знали, что мы этим мотивированы. И мы поставлены перед выбором либо оставить, либо оставить. Ученики бесов изгоняли, чудеса творили, голодных кормили, за Христом ходили. И когда Он им сказал, я хлеб жизни, ядущий меня не умрет вовек, соблазнились и оставили Христа. Потому что Евангелие, царствие произвело в них, вскрыло в них то, о чем они даже и не догадывались. у Евангелия равнодушных слушателей нет. Оно всегда производит в нас определенную реакцию. Вы здесь или нет? Так вот, в 19 Луки в 1 стихе мы читаем. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. Казалось бы, небольшое дело. Большое дело. Почему? Потому что Луки 8,1 во всякий город, куда Христос и шел, всякое селение, куда Христос направлялся, всякую деревню, через которую он проходил, деревня, селение, город, слышали Евангелие Царствия Божие. Иерихон в списке этих городов. Христос проходит через Иерихон. Иерихону предназначено услышать Евангелие громче. Иерихону предназначено услышать Евангелие. Кстати, Иерихон стал известен по ряду многих причин. Стены Иерихонские пали. Помните историю, да? Проклятие Иисус Навин произнес над этим городом. Потом столетия спустя какой-то человек восстановил этот город. Потом мы узнаем о том, что вода была нехороша в этом городе и Елисей приносит исцеляющую силу Божью на весь город. И вот сейчас Христос Иерихону надлежит услышать Евангелие царствия. И в Иерихоне был человек. Мы знаем о Иерихоне еще по одной причине, потому что там был человек по имени «Громче!» «В Иерихоне был человек по имени Захей!» А в чем его особенность? Да ни в чем! Кроме того, что он был личностью на языке. не повезло с ростом. А хотелось видеть Иисуса. И поэтому он сказал сам себе «Вот этой возможности я ни в коем случае не пропущу!» И что он делает? Он бежит наперед, взлазит на Смоковницу, потому что ему хочется увидеть Христа. Христос идет, вот это еще один момент в этой истории. Он подходит к Смоковнице и называет его по имени. Мы нигде не находим в Сочельных Писаниях Петр оборачивается к Петру быстренько узнаем, как его зовут. на социальные сети выйди и узнай где, что, как. Он приходит к нему, тот сидит. Христос говорит «Захей, быстрее сходи, потому что сегодня мне надобно», скажи «надобно». «Надобно» «Надобно» быть у тебя. Вот через города он проходил и там проповедовал Евангелие, но не во всяком городе, он входил всякий дом. Но дом у Захея посчастливилось, потому что Христос не только в его город вошел, Христос вошел в его дом. И вот они заходят в дом, мы не знаем, он был большим или маленьким, мы не знаем, сколько людей собралось, мы не знаем, вот что мы знаем, что Христос превратил дом Захея вместо проповеди Евангелия, Царствия. И Христос проповедует, быть может опять о Царстве и говорит в аллегорической форме, мы не знаем, мы не знаем, мы не знаем, ну вот что мы знаем, вдруг, среди проповеди, вот так беспородонно. Вы знаете, когда тебя пригласили в гости, хозяин может делать все, что хочет, он даже может Христа перебить. Христос говорит о Царстве, и тут поднимается рука, а, Христос, это я, Захей, хозяин дома, тебя пригласивший, или ты сам ко мне напросившийся, но у меня есть кое-что сказать. Не знаем, быть может, в вашей Евангелии или в ваших Евангелиях, если вы к нам присоединяете сегодня, но нигде не было призыва ко спасению, никто не тащил его, не тянул его за язык, он сам встает и говорит, Господи, половину моего имения я раздам нищим. если кого-то чем-то обидел, год обратно, два обратно, десять обратно, когда бы это ни было, я воздам в четыре раза. Я спрашиваю, что это? Это сила Божия, потому что Евангелие это сила Божия ко спасению. Евангелие подобно увеличительному стеклу. Евангелие это оружие, проницающее душу. И душу Закхея это оружие пронзило. И он решил, что есть внутри меня, в моей сокровищнице вещи, которые я должен оставить, а которые я должен оставить.